Всем привет! Добро пожаловать в Aленка Блог. Сегодняшнее видео... Элвис, ты пойдешь? Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам Ком де Гарсон. Всем привет! Добро пожаловать в Aленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено ароматам Ком де Гарсон, которые есть в моей коллекции. Также немножечко расскажу о дизайнере Рэи Кавакуба. Как я отношусь к ее творчеству, что для меня ее творчество. Ну, совсем чуть-чуть, самую малость. И потом уже перейдем к ароматам. Рей Кавакуба японка по происхождению, училась во Франции и основала свою, как бы, первая ее коллекция, первый ее показ, прошел в Париже, имел грандиозный успех. Но сколько было восторженных отзывов, столько было и негативных отзывов. Потом ее подачу называли абсурдной, странной, вызывающей, но на тот момент это вот сработало, на тот момент это было здорово. Рей Кавакуба, она до сих пор является самым, мне кажется, абстрактным творцом моды. Она изобрела черный цвет. Ее коллекции в основном черного цвета. Сама она всегда носит черный, она очень закрытая, она не стремится быть селебрити-дизайнером. То есть у нее свой взгляд на моду, на творчество, ну вот на все, на все, на это, извините, там Элла спрыгает. И поэтому, да, поэтому она мне нравится. Я тоже не считаю, что дизайнер должен вот прям вот как-то быть модной фигурой. Он где-то там в стороне, он творит, и не мешайте ему. Вот она для меня вот просто образец настоящего дизайнера. Что я люблю в ее творчестве? Конечно же, первые ее коллекции бесподобны. Первые ее коллекции необыкновенные, грандиозные, запоминающие. Она дала вдохновение таким дизайнерам, как Кинзо, как Исеи Мияки, как тот же Александр Маккуин. Он постоянно пишет, писал, ну, давал интервью, что именно она служила источником вдохновения. Она служила источником вдохновения для многих очень. Дизайнеров, художников, ну, кого угодно. Потому что, да, потому что личность, потому что у нас все свое, своя точка зрения. Далее. Сейчас, на данный момент, ну, и прежде, она сотрудничает с молодыми дизайнерами. Она постоянно ищет молодые дарования в дизайнерской среде. Открыла Джунья Ватанаба. Это очень такой известный, интересный японский дизайнер. Он делал коллекции для дома Ком де Герсон, для дома Реи. И сейчас, на данный момент, Гоша Рубчинский. Гоша Рубчинский, мой соотечественный молодой дизайнер из России, вот она разглядела в нем какой-то необычный, неординарный талант, харизму. И он сейчас является дизайнером Ком де Герсон тоже. Я здесь немножечко открыла свой компьютер, чтобы просто потом не забыть по годам именно по парфюмам. А что мне еще нравится в дизайне Ком де Герсон вообще во всей вот этой философии, во всей этой подаче, что реклама. Если вот кто-то листает журнал, да, и вы видите рекламу Ком де Герсон, это просто красивая картинка. Там не будет выпяченной модели в этом, там, в сарафане или там с помадой или еще что-то. Это просто какая-то абстрактная, необычная картинка классного фотографа, который вы хотите реально выдернуть из журнала и повесить на стену. Это вот что-то как плакат, знаете, как плакатное искусство. Я буду по ходу моего повествования вставлять картинки. То есть я, когда раньше видела рекламу Ком де Герсон, я была прям вот под впечатлением, под большим. Я думаю, это тоже залог успеха. На фоне всего этого непросветного глянца, роскоши, пафосности и так далее, оно было всегда, оно было всегда, во все времена. Ком де Герсон выгодно отличался, выгодно как-то... Выглядел на фоне всего этого. А давайте про парфюмерию. Парфюмерия Ком де Герсон, первый аромат Ком де Герсон появился в 94-м году. Вот я тут буду, подсматриваешь, ну, что просто потом это. Это был такой унисекс аромат. По-моему, вот он выглядел вот просто вот такая простая квадратная бутылочка с сердечком, что такое. Или просто было написано Ком де Герсон. Не знаю, я с ним была вообще не знакома на тот момент. Не знала, не знала вообще Ком де Герсон ароматы. Следующий аромат появился уже в 98-м году, и этот аромат был уже как раз вот такой иконой. Иконой взорвал парфюмерный бизнес своей неординарностью, необузданностью, странностью. А этот аромат называется Ордер 53. 53 компонента, которые были вообще ранее не использованы в парфюмерии. Это лак для ногтей, это какие-то минералы, это песок, это запах пустыни, каучук и так далее, и так далее. Запах жжёной резины, асфальта, вот всего вот этого странного, необычного, ну, которое мы каждый день вообще вдыхаем, всё это было в этом аромате Ордер 54. А дальше на успехе этого аромата был судзан аромат Ордер 71, который тоже включал в себя все вот эти вот компоненты необычные, плюс ещё запах ксерокса для бумаг, запах чернил для ксерокса для бумаг. Знаете, когда я вот говорю вот это слово ксерокс для бумаг, ксерокс, вот этот ксерокопировочный аппарат, я вот прямо вспоминаю, да, как на работе вот мы ксерокопировали наши эскизы, ну, надо было много-много делать иногда ксерокопии. Я помню этот специфический запах, это очень-очень-очень здорово. Далее выходили много ароматов, я буду говорить именно о тех ароматах, которых я знаю. Серии ароматов. Мы сейчас можем их какие-то найти, какие-то в продаже присутствуют активные. Значит так, первая серия ароматов, такая зелёная бутылочка были, и там включали, были такие ароматы, как лилия, мята, чай, шиса и галамус. У меня была лилия, у меня была лилия, и на тот момент мне она очень нравилась. Я не знаю, вот сейчас бы, как бы я её оценила, эту лилию, но вот на тот момент она мне прям нравилась. Она, я не хочу сказать, что она была прям такая натуралистичная, но она пахла лилией, она пахла лилией, конечно, сейчас, если сравнить с другими какими-то парфюмерными лилиями, может быть, мне она покажется какой-то искусственной. Но вот тогда мне она очень нравилась, сколько, лет 5-6-7 назад, когда она у меня была. Следующая серия, это уже в таких красных флаконах, и она посвящена ягодам, специям. Там у нас была секвойя, роза. Я вот подсматриваю, потому что, ребята, я вот с этой серией, например, вообще не знакома, я её никогда не видела в продаже. Но буду вставлять для вас картинки. Если вы когда-то вдыхали эти ароматы, то, пожалуйста, пожалуйста, напишите. Потом появилась серия чёрная, чёрная серия с ладаном, которая, каждый флакон носил название того или иного города. Это «Авиньон», «Киото», «Загорск». Вот у меня, например, «Загорск». Давайте я сразу про него и расскажу. Вот мой «Загорск». Все эти серии — это «Эду туалет». «Загорск», вот эта вот чёрная серия конкретно, она отличается очень таким тяжёлым, как бы тяжёлой такой композицией, в отличие от предыдущих. Предыдущие они были более такие цитрусовые, более такие лёгкие и, ну, как бы однонотные, однонотные, если можно так сказать. Здесь это уже такой микс более сложный. У меня «Загорск». У меня «Загорск». Мне подарили его на день рождения. Я когда его понюхала в магазине, мне он безумно понравился. Мне он напомнил... Ну, знаете, ностальгия у нас у всех присутствует. Мы живём сейчас в Сиднее, и вот мне он напомнил Россию, мне напомнил этот аромат моё детство. Ну, что вообще, что может быть сильнее в аромате, когда вы вдыхаете, и он переносит вас куда-то в другое время, тем более в такое ностальгическое время, как ваше детство. Для меня это древесный аромат с ладаном. И немножко, вот знаете, мне написали, что там морковь, да, морковь там присутствует. Действительно присутствует морковь. Я о нём ещё буду говорить в ароматах летних. Я его ношу только исключительно летом, потому что он достаточно лёгкий. Он... Я не знаю, я не пробовала носить его в холода, но вот на лето он самое то с утра, потом днём вы можете что-то наслоить на этот аромат, что-то поменять, то есть носить несколько ароматов. То есть он не тяжёлый, он вот быстро так с вас слетает, но дарит при этом бесподобные эмоции, море энергии, море такого позитива. Ещё очень мне нравятся авиньоны Киота, но вот когда я пробовала в магазине, конечно, вот Загорск меня больше всего зацепил. Он вот пахнет вот так вот. Он не церковью пахнет, несмотря на то, что там ладан. Он пахнет именно вот какой-то вот русской природой, русской красотой, русской лесом. Ну вот каким-то таким вот трогательным... Трогательной у меня очень ассоциацией с ним, Загорском. Так, следующая серия была одеколонов у Ком де Герсон. Они вот, по-моему, сейчас ещё... Я так немножко отодвинусь. Они, по-моему, ещё продаются. А очень такие простые флаконы, просто колонны. Колонны, цитрусовые колонны, очень такие лёгкие. Но мне кажется, вот на лето, что может быть лучше хорошего колонна? Ничего. Я буду вставлять картинки по повествованию, по ходу пьесы. Дальше выходит серия Щербет. Вот Щербет я пробовала один аромат, потому что у нас других не было. Щербет, такие маленькие белые бутылочки. А в него входят пепперминт, корица и ревень. Вот я пробовала пепперминт. Мне он очень понравился. Он вот реально пахнет такой жвачкой. Жвачкой мятной, с холодком. Такой вот прям, ну вот, осязаемый какой-то аромат. Здорово. Я, может быть, даже бы его купила. Вот все вот эти серии, они относительно идут в приемлемую стоимость. То есть, их можно себе позволить. Их можно себе позволить. Мне кажется, можно их смешивать друг с другом. Если есть у вас несколько, например, серий, несколько ароматов, можно их прекрасно сочетать. Вот со следующей серии я вообще не знакома. Я ее не видела в продаже. Вот только вот на картинке нашла. А в 2004 году появилась серия, которая, ну, которая показывала борьбу компания Ком де Герсон с использованием натуральных компонентов. Это была такая, она лимитированная была, серия номер 6. Называлась она Синтетик. И она включала в себя ароматы сода, гараж, клин, скай, тар и драй. И они были помещены в прозрачные такие флаконы, и внутри был как пакет для мусора. Я вставлю в фото, очень интересно, не представляю даже, как это пахло, но вот такое классное, по-моему, очень ход. Вот мне кажется, сейчас они скоро должны опять повторить, потому что сейчас вот это вот использование натуральных компонентов и все такое. Ну, в общем, сейчас это как раз будет опять актуально, но это всегда актуально на самом деле. А в 2005 году вышла серия 7, которая была посвящена кондитерской. Вот этот вот, из этой серии у моей подруги был аромат, и он пах вот реально шоколадом. Он пах шоколадом, потом уже появились там Монтали, Джо Малон был белый шоколад, что-то такое. Вот этот вот аромат, он реально, он пах шоколадом, и он был от Ком де Герсон. Я вставлю фото, если кто-то узнает, пожалуйста. Вот у моей подружки был шоколадный аромат из этой серии. Стики кейк, бёрн шуга, вуд кофе, спайси какао и номат ти. Вот. Они достаточно были простые по композициям, но вот они вот пахли реально кондитерской. Я говорю это, потому что вот моей подруге был этот аромат. Я помню, мы с ней ходили даже куда-то на дискотеку, и это было что-то потрясающее, как от неё пахло всё время. Такой, знаете, неказистый пузырёк, но вот это было что-то с чем-то. Я помню тогда, она купила его, по-моему, в Leform. Leform в магазин в Москве, если он ещё существует. Вот они тогда продавали Ком де Герсон. Дальше, в 2008 году, вот этот я вообще не знаю, выпуск никогда не видела. Появилась серия Energy Sea. Тоже она посвящена была Цитрусу. Вставлю фото, если кто-то знаком, пожалуйста. Пожалуйста, пишите. Вот. И потом уже давайте я поговорю о моих ароматах, которые у меня сейчас есть. Двоечка. Знаменитая двойка от Ком де Герсон. У меня появилась она вновь, вот этот вот аромат, в серебряном флаконе. Его очень сложно показать красиво, но вот я вытянула. Вот в таком серебряном флаконе. И вы видите и мою лампу, и флакон, и меня. И вот такая вот версия. Это, ну это как бы считается для мужчин, это считается для женщин. Но на самом деле все ароматы Ком де Герсон, они унисекс. Этот аромат у меня был очень давно. Когда он только появился, я помню, мы с подругой ходили. Она мне сказала, что Катя, Катя, привет, если смотришь. Она мне сказала, я сейчас тебе дам понюхать такой аромат. Это самое вообще лучшее, что я когда-либо вообще вдыхала. И вот это вот прям даже не парфюм, это что-то большее. Это что-то такое вообще грандиозное. И она мне дала понюхать вот эту вот двойку. Ну, конечно, у нас с ней просто поехала крыша. Потому что, ну слушайте, на тот момент, ну что там было? Ну, были лысые мияки, были ароматы кензо, были, ну, Шанель, естественно. Ну, все такое. Вот это вот, оно и сейчас очень необычно пахнет. Тогда-то это было вообще что-то грандиозное. И он у меня уже давно закончился. Но вот недавно он попал ко мне в руки опять. Ну, и я не смогла с ним расстаться больше. Я когда его вдохнула, ну вот у меня вот прям, знаете, целый вот пласт моей жизни вот сразу промелькнул перед глазами. Вот это вот ощущение, когда я его носила зимой и что происходило в моей жизни. Все вот это вот вспомнилось, и это замечательно. Аромат двойка. Вот это вот Комблигерсон двойка. Ну, женская будем называть его так. Хотя мужчинам тоже welcome. Он прекрасен. Мне она пахнет типографией. Мне она пахнет типографией, знаете, вот прям газеты. Вот газеты, такая дешевая типография, когда вот вы так их трогаете, они вот прям оставляют следы. Вот это вот газета свежая, свежеотштампованная. Да, вот опять можем вспомнить запах ксерокса, можем вспомнить, что такое. И чернилами тоже. Чернилами пахнет. Я всегда угадывала здесь ноту чернил, но вот зашла на фрагрантику, да, действительно, этот аромат отличается именно вот чернилами в своем составе. Это очень круто. А чернила типография, он немножко холодный. Ну, не знаю, холодный может быть у меня, потому что, когда смотришь на вот такой флакон прохладный, когда вы его держите, вот этот железный флакон, немножко так холодком. Но, тем не менее, это был мой зимний аромат. Я носила его тогда, помню, именно зимой. И вот я помню, он меня и согревал, и как-то он меня... Ой... Но он великолепный. Он великолепный, у него очень хорошая стойкость, у него бесподобный шлейф. Я не знаю, раньше не помню, что прям бегали за мной и говорили, как от тебя хорошо пахнет, что это за аромат. Ну, не было такого вообще раньше. Сейчас, ну, я его носила несколько раз, пока еще никто не спрашивал, но для меня это вот, это классика Ком де Герсон, это вот искусство, это авангард, это такой, знаете, мегаполис, город с небоскребами, с машинами, с дымом из труб. Ну, вот все-все-все вот это вот такое вот, знаете, как в кино показывают такое, пятый элемент вам. Вот пятый элемент, героиня пятого элемента могла бы пахнуть вот так. Этот аромат. Этот аромат я купила, помню, когда у меня закончился... Не когда он у меня закончился, когда у меня был серый, ну, вот этот вот серебряный, еще давно я купила мужу вот эту вот двоечку мужскую. Ну, тут прям совсем уже немножко ее. Ну, она более ладанная, тут нет уже никаких там чернил, никаких газет, никакой типографии, ничего такого нет. Здесь для меня это амбр, а амбра, наверное, и ладан. Вот что-то такое, знаете, еще кока-колой немножко пахнет. Ну, я очень люблю этот аромат на своем муже, я сама его, ну, носила пару раз, он, конечно, грандиозный. Ну, вот мне вот, ну, потому что, наверное, я привыкла, что это его аромат, то есть он им пользуется. Флакон уже весь потертый, он раньше все время с ним путешествовал, он у него лежал в сумке. В какой-то прекрасный момент я его достала из сумки, говорю, давай уже положим куда-нибудь, а то он бедный, весь потерся. Ну, все равно, в этом даже есть что-то такое прикольное. Очень хороший аромат, две двойки, пожалуйста, обратите внимание, если друг еще не знакомый. Это, конечно, как я уже сказала, классика Фонда Герсон. Ее следует, конечно, обонять, и ее следует замечать. И в Дот, вот Дот у меня появился пару лет назад, под шикарное настроение, это была такая спонтанная покупка, о чем вообще не сожалею абсолютно. Странный цитрусовый, фруктовый, какой-то вот, ну, крайне необычный аромат. Я уже говорила, что мне божьими коровками пахнет, я уже говорила. Повторюсь, вот эти вот выделения, когда вот эти вот маленькие создания божьей коровки по вас ползают, ну, вот они боятся, может быть, и писают, или там, я не знаю что. И вот остаются такие желтые, как бы, штучки. И вот эти штучки, они пахнут так, когда она улетает, а вы, вот у вас на руке остается такое маленькое пятнышко. Я помню, мы в детстве вот это вызывали, брали божью коровку, говорили, божью коровку, лети на небо, принеси мне хлеба и так далее. Вот это вот тут есть. Тут есть и это стишок этот есть, и вот детское настроение, и куча-куча-куча божьих коровок. Это очень классный аромат. На каждый день я не думаю, что он какой-то там, знаете, вечерний, на выход. Нет. Это аромат просто под настроение, аромат под хорошее, такое, рабочее, может быть, настроение. Мне кажется, он и в офис будет удачно так вписываться под деловой костюм, такое что-то немножечко такая. Ну, не стервозность, нет, ну, какая-то игривость, придаст вам игривости. Это вот мои ароматы Ком де Герсон. Вот сейчас, на данный момент, например, у нас в бутике, в линейке какие стоят? Стоят вот такие же флаконы, как двойки. Это Amazing Green, зеленый такой фужерный аромат, очень красивый. Такой вот, знаете, ну, вот его ни с чем не спутаешь. У меня, моя приятельница душится, и я все время на ней его отмечаю, и мне он очень нравится. Ну, вот на ней. А на мне он нет. На мне как-то, ну, не звучит. Не звучит эта зелень, не звучит эта вот гарсоновская, наверное, зелень. Amazing Green, Ванда Вуд у нас есть. Есть вот его бы, я бы, наверное, себе купила. Очень красивый древесный аромат, но вот тоже вот с этой фирменной базой Ком де Герсон. Вот такой ни на что не похожий, нетипичный, синтетический, но от этого ничуть не плохой, скажем так. Красивый очень аромат. И еще такой же в красном флаконе. Вот красный флакон, как он называется? Я забыла. Вот такой же в красном флаконе, тоже неплохой. В общем, они все три классные. То есть, ну, слушайте, были бы деньги, я бы, наверное, все-таки бы их купила. Конкрет. Конкрет тоже мне очень нравится. Это, по-моему, последний Ком де Герсон, который вот новинка у них. Хорош. Хорош, конкрет очень хорош. Знаете, аромат Гоша Рубчинский мне не очень понравился. Не знаю, вообще его не поняла. Какой-то он такой... Ну, никакой. Отдавать дань, что, ой, как приятно Гоша Рубчинский делает для Ком де Герсон, ну, как бы я не хотела. А так... Ну, нет, не зацепил меня, короче, этот аромат от Гоши Рубчинского. Ну, конечно, не от него самого, а для компании. Ну, слушайте, да нет и суда, нет. Не понравился. И Герл Фарен Уильям тоже как-то... Ну, не знаю, не моя тема. А вот эти вот камушки, они превосходны. Они превосходны. Если вдруг не знакомы с маркой, если вдруг вот как-то обошла она вас стороной, я бы рекомендовала познакомиться. Я бы рекомендовала, вот прям от души советую обратить внимание на такую необычную марку Ком де Герсон. Если мы говорим про одежду, это, конечно, вообще... Это высший пилотаж, но пока вот... Пока мне доступны только духи. К сожалению, одежду я пока себе позволить не могу. Но будет возможность, конечно, я бы с удовольствием приобретала бы что-то из дизайнерской одежды. Все. На этом все. С вами была Аленка Блок. Надеюсь, вам понравился мой такой обзор. Простите, что подглядывала в компьютер, но с этими всеми сериями и так далее можно очень легко запутаться, когда какая выходила. Поэтому такая у меня была небольшая шпаргалка. Надеюсь, вы не против. Все. Пишите, пишите ваши отношения с компанией Ком де Герсон, с парфюмерией Ком де Герсон, как вы к этому относитесь, ко всему. Всегда очень приятно с вами общаться в комментариях. Все. Всем пока. Чао-чао. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok